Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга к истинному православию, автор Игнатий Тихонович Лапкин. Отзывы о сладкой деколорации митрополита Сергия о ее горьких плодах. Часть 4. Продолжение. И романах Нафанаил Судников. О матери церкви или почему я стал зарубежником. Письмо в редакцию газеты. В последних номерах Руси Православной одной из основных тем стала тема соединения Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Русской Православной Церкви за границей. Честно сказать, читать большинство публикаций на эту тему в вашей газете мне было очень стыдно. Стыдно за поспешность некоторых авторов сделать обобщающие выводы и выносить безжалостные приговоры на основании небольшого количества фактов, небольших эмоциональных переживаний. Это касается критики как в адрес РПЦЗ, так и в адрес Московской Патриархии. Мне грешному показалось, что значительная часть рассуждений на эту тему грешит тем, что в пылу спора авторы нередко выходят за рамки обличительства допустимого для христианина, который обязан ненавидеть и обличать грех и в то же время любовно, жалостливо относиться к человеку. Не так давно я попросил владыку Евтихия, епископа заграничного синода, принять меня в евхаристическое общение с Русской Православной Церковью за границей. И был принят заштатным клириком. После этого мне не раз приходилось слышать о предательстве Матери Церкви, которой якобы совершают российские зарубежники, вступая под покров епископов РПЦЗ о том, что, цитата, «где тебя посадили, там и должен расти». В связи с этим я дерзаю предложить вам для прочтения свою историю в надежде, что кому-то она может принести пользу. Да не подумает кто, что это излагается с целью кого-то обвинить. Нет. Касаясь некоторых некрасивых сторон церковной жизни, я ставлю себе целью не обвинения, но призыв ко всем нам осознать, где мы находимся в духовном плане и куда идем. Осознать бедственность состояния современной Православной Церкви и предложить задуматься о том, что мы должны делать. Крестился я в Томске на втором курсе технического вуза. Озаренный чтением одного из дзен-буддийских мистиков, несколько дней я ходил в приподнятом настроении и вдруг решил действием немножко приобщиться к чему-то духовному, хотя бы к вере предков. В результате случилось так, что священник в одном из храмов совершал надо мной какое-то действие, поливал мне затылок водой, чем-то мазал и что-то нараспев читал. На следующий день меня причастили. После всех действий я удовольствовался тем, что стал крещеным, но, к сожалению, какой-то Христос так и не узнал. Господь оставался для меня мало знакомым персонажем духовной литературы. Жизнь моя продолжала течь по-прежнему, то есть меня не посадили и расти я не стал. По милости Божией, духовный голод не давал мне покоя и через три года уже в Барнауле я беспокойно стал кружить вокруг храма, увидел, что там есть библиотека и усиленно начал читать духовные книги и журналы. Дошло дело и до Евангелия. Милостивый Господь заранил в мою душу семя веры, непосредственное стремление к Нему. Я покаялся на общей исповеди, пару раз причастился и стал молиться о том, чтобы стать монахом. Так хотелось целиком служить Богу. В итоге, без каких-либо усилий с моей стороны, через три месяца после первой исповеди меня постригли в монахи и рукоположили в диаконский сан. Еще через три в священнический. Мне едва исполнилось 20 лет. В общем, с постригом и хиротонией состоялась такая же профанация, как и с крещением. Как только я заикнулся о том, что я недостоин, и мне, наверное, рано, наставник мой только посмеялся, а епископ рукой отмахнулся. Впрочем, хотя я и не знал почти ничего, но был весьма самоуверен. Конечно, смогу. Че я хуже других, что ли? Пять лет на горе мне и православному народу я служил на приходах и в монастырях Барнаульской епархии. Сколько при моем крещении, постриге и хиротонии было совершено канонических преступлений, столько и даже больше совершал я сам, калеча души и судьбы уже других людей. Теперь о ревнительстве. С самого начала Бог мне дало ревностного наставника, который чувствовал и говорил, что многое делается не так, и говорил, что многое должно быть по-другому. Но как нужно жить и служить, чтобы было так, внятно объяснить не мог, да скорее всего и не знал. Но он дал нужное направление. Со злом смиряться нельзя, но нужно с ним бороться. Правда под злом, с которым нужно бороться, подразумевались в основном грехи и иерархии московской патриархии, экуменизм, корыстолюбие и непомерная гордыня епископата. Зла своего священнослужения большинство священников-ревнителей, к сожалению, не видят. С первых шагов в церкви меня предупредили о том, что православность моего епископа, а скорее всего и патриарха, весьма условна. И с ними, и им подобными нужно бороться за церковь. Действительно. Общение с архиерейским окружением и персоналом и пархиального управления оказалось очень неприятным. Я не успев стать православным, стал с ними бороться за чистоту православия. Несмотря на множество грехов, Господь никогда не оставляет человека. Со временем для меня все более ясной становилась одна простая истина. Нет ничего выше Евангелия. Никто в большем совершенстве не понес евангельские заповеди, кроме как святые отцы православной церкви. Ничто более совершенно не применяет Евангелие к повседневной жизни, кроме как правила вселенских и поместных соборов и святых отцов. Причем они остаются непреложными до сих пор. Бог спасает только тех, кто стремится щепетильно исполнять его заповеди, оставаясь в рамках канонических определений. И вот я натолкнулся на отчаянное сопротивление со стороны своего епископа, большинства священников и многих мирян. Епископ запрещает освящать крестики бесплатно и грозить за ослушание каноническими прещениями. Благочинный запрещает крестить бесплатно. Даже верующие, развращенные порочной практикой, ропщут из-за того, что батюшка не крестит, не отпевает и не венчает неверующих. Про священников, боящихся архиерея, боящихся матушки, боящихся лишиться стабильного дохода, нечего уж и говорить. А отсутствие торговли в храме оказывается нововведением. Оглашение – баптизм, десятина – протестантизм. Каноны грозят страшными прещениями за то, что постоянно совершается в твоем приходе, епископ грозит теми же прещениями, за то, если ты будешь исполнять эти каноны, ведь уменьшится доход. Но главное – святоотеческими правилами необходимо руководствоваться в личной жизни. Поэтому до 30 лет я не имею права священно действовать. Шестой Вселенский Собор, 14-15 правила. Выйдя по этой причине за штат и оказавшись вне финансовой и прямой административной зависимости от епископа, я оказался волен поступать по совести, не принимая в расчет своих корыстных побуждений. А совесть мою смущала вот что. Как известно, если христианин знает, что епископ или патриарх – еретик, то ни под каким видом он не имеет права причащаться за литургией, за которой возносится имя этого епископа. Разумеется, если тот, не таясь, противоречит Евангелию догматам церкви. Так вот, несколько лет я пытался убедить себя, что экуменическая деятельность патриарха Алексия не является откровенным исповеданием экуменической ереси. Ни его прошлое председательство в конференции европейских церквей, ни молитвы с еретиками, ни христосывания на солее с католическим епископом в 1997 году, даже когда на архиерейских соборах почти единогласно принимались документы, одобряющие всю экуменическую деятельность МПР. Я приводил себе на память слова одного из современных старцев МПР. Цитата. «Я точно знаю, что у нас есть по крайней мере два епископа, которые мясо не едят, на этом и стоим». Но, честно сказать, борьба с епископатом за православность в церкви – это ненормальная ситуация. И как можно воспитывать своих прихожан в покаянии, в любви к добродетели, ненависти к греху, в любви к своим наставникам, и при этом одновременно, прямо и открыто говорить, чтобы остерегались епископа, не обращали внимания на архиерейские соборы и на сенот, и на патриарха. Впрочем, до патриарха даже можно сказать, что он хороший, но в окружении злодеев, и что он тоже борется за православие, но он маскируется под эритика для экономии. Но не прием ли душа моя такого лукавства? При всем этом я даже готов верить в то, что по своим душевным качествам патриарх Алексий – замечательный человек. Что бы там ни говорили о спекуляциях МП спиртным, сигаретами и нефтью, или о его деятельности в КГБ под кличкой Дроздов, все это может или его не касаться, или оказаться клеветой. Но даже если это все и было, и есть, то это не повод для разрыва молитвенного общения. Любящему сердцу никакая грязь не станет преградой. Но дело в том, что, может быть, и Папа римский – человек очень добрый, чуткий, горячо любящий свою паству. Недаром его так любят католики. И при всем моем добрым отношении к тому и другому, я, с сожалению, должен признать то, что ни того, ни другого я не могу принять как представителя Христовой Церкви. Не православные они. Высказался бы он прямо, что экуменизм, ересь, католики, монофизиты, протестанты, еретики. Тогда бы не было никаких разговоров. А до тех пор, когда я все себе осознал, то встал вопрос о Церкви. Где причащаться? Без епископа Церковь не стоит. Ближайший епископ, не имеющий молитвенного общения с еретиками, оказывается епископом Русской Православной Церкви за границей. Ближайшая община верующих, ставящая для себя целью жизни по Евангелию, по канонам, и немало в этом преуспевшая община РПЦЗ. И это на фоне разложения в 99% приходов МП. Почитайте книгу правил и посетите несколько ближайших храмов. Посмотрите на порядки у них. Пообщайтесь с прихожанами и священниками. Хочется плакать, глядя на все это. Впрочем, было бы несправедливо сказать, что обмерщение не касается верующих и клириков РПЦЗ. Но там процесс апостаси идет несколько медленнее. Епископ Евтихий запретит за симонию, а не за отсутствие таковой в храме. Поэтому особо не мудрствуя, я попросился в общение с ними. Теперь я верю своему епископу, верю своему предстоятелю, митрополиту Виталию, верю священнику, которого исповедуюсь и причащаюсь. И теперь я в церкви спасаюсь, а не спасаю церковь. Что же касается непопулярного названия зарубежники, то на русскую землю географически вера пришла из-за рубежа, от греков, а к тем из Палестины, а мистические с небес. Что касается бегства от большевиков, первых иерархов РПЦЗ, так и Христос бежал в Египет младенцем. Он был первым беглецом по золотовуству. И апостол Петр, и Павел, и многие святые отцы бегали от преследования. Что же касается матери церкви, то церковь, в которой я спасаюсь, церковь Христова на русской земле, большая часть ее чад по племени русские, учат меня святые отцы вселенские, в том числе и русские. И, наверное, богословски, недобросовестно было бы неразрывно связывать понятие матери церкви непременно с подчинением московскому патриарху, а русской православной церкви именовать только тех, кто подчиняется иерархии МП. Преподобный Максим Исповедник в свое время отказался причащаться со всеми патриархами из-за их ересей. И сказал, что даже если весь мир причастится с ними, то он откажется. Что же касается соединения МП и РПЦЗ, осудите экуменизм как ереси, и главная преграда будет разрушена. Но самое главное не в этом. Если вы считаете патриарха Алексия явным эритиком, то это дело вашей совести, да поможет вам Бог навести порядок в своей душе и в своей церкви. Главное в том, что если в русской церкви, единой или расколотой, не начнется процесс самоочищения, покаяния, то все объединения бесполезны. Зачем нам лазить по помойкам истории, выясняя, кто кого когда отлучил, кто какую корысть преследовал. Давайте оглядимся вокруг на ближайшие храмы, что в них делается. Срам. А ведь у нас на совести еще и до сих пор кровоточащий раскол со старообрядцами. Так вот, если не будет восстановлен евангельский, канонический строй православной церкви, если не заработает во всю силу церковный суд, заставляя священников проповедовать, жить, учить и служить в соответствии с Евангелием, а над противящимися, производя массовые пресчения, то никакой надежды не будет нам ни объединенным, ни разъединенным. Все в аду будем гореть, и никто, и ничто не спасет тогда церковь, ни война, ни царь-батюшка. Если Бога не боимся, то и царя не испугаемся, какой бы страшный он ни был, не спасительно благочестие из-под палки. Поэтому помолимся, братья, не о соединении в рамках одной юрисдикции, не о восстановлении монархии, а о своем и общем покаянии, о соединении в ограде Христовой Церкви, тогда даст Господь нам единство, а если нужно и царя православного, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Аминь. 10-23 февраля 2001 год. Память священно-мученика Харлампия. Господу нашему слава во веки веков. Аминь. Память священно-мученика Харлампия.